здравствуйте уважаемые зрители еще одна ручка перьевая пришла мне с алиэкспресса пришла соответственно упаковки и вот что из себя представляет это ручка в таком чехольчике находится под чехольчиком находится пакетик целлофановый и пакетики собственно сама ручка вот такая эта ручка эта ручка копия манглан естественно китайская копия манглан потому что столько манглан настоящий не стоит опять же как говорил я видео про часах я походил по уже форму с первыми ручками никто не любит китайские ручки считается что это очень дешево и нехорошо вот а мне нравится китайские ручки всегда были китайскими ручками для нас в наше время прекрасно не писали и служили вот а это достаточно качественная ручка такая оригинальная в общем-то мне понравилось и вот мы с продавцом договорились небольшой мне сделал подарочек собственно вот подарочек такой два контейнера с чернилами посылка шла 16 дней стоила эта ручка сейчас вернее стоит на сайте смотрю что стоит 1400 рублей продавец адекватный совершенно с ним можно договориться и на скидочку небольшую совершенно спокойно высылает быстро мне предыдущая ручка пришла за четыре дня просто настолько быстро все это отослал поэтому мне он очень понравился и вот мы с ним продолжаю такую скажем взаимовыгодные операции сама ручка выполнена вот не знаю видно будет на видео это видно кстати на камеру вот так вот если не было освещения такой как бы черный цвет совершенно но это такой прозрачный пластик причем пластик такого красноватого цвета вы это увидите вот прозрачный прям видно что там за ручкой но когда освещение такого нет как он специальное освещение для съемок на колпачке это все написано колпачок если смотреть авторец видно логотип собственно этого ман блана с обоих сторон написано ман блан надпись крючочек тоже достаточно такой тугой оригинальной формы собственно тело ручки как я уже научился разными специальными словами это в общем-то за корпус корпус ручки такой без излишеств различных вот так это она отвинчивается сторонку на пире теперь я наконец-то разглядел то ли это более качественная печать на пире написано перо обычное стальное я так понимаю что материал это сталь ничего кстати он не написал а нет написал что это иридистое золото иридистое золото прошел с китайское иридистое золото но перенаписано 48 10 мон блан 18 к 18 к 750 что это означает не знаю перо собственно шарик вот этот вот 0 7 миллиметров теперь я узнал как называется вот это вот зубчатая часть она называется оказывается тело пера или тут же находятся каналы подачи чернил а где разделяется перо на две части это кружочек собственно отверстие называется глазок теперь вы тоже знаете эти специфические термины значит при снятии корпуса мы видим резервуар для чернил это весь винтовой такой porsche поршенек с винтовой передачи здесь написано макбулан там такой прозрачный шарик если вы видите то это видно вот так вот сейчас естественно что это два варианта это как можно самому набирать чернила так использовать вот эти вот подарочные штучки кстати которую мы сейчас прямо и используем надо же хоть раз попробовать подарочную одну штучку на собственно вот этих вот одноразовых резервуарах тоже написано что это монблан ну пусть будет монблан значит этого пока резервуар главное не потерять пока сторонку очень нравится мне что здесь вот все на резьбе потому что чернила не высыхают вот поставили мы резервуар заодно попробуем сколько все это будет держаться и писаться можно тоненькие такие штучки так вот Ну вот, посмотрели как она пишет, пишет достаточно легко, мне нравится чернила, черные вот по подавочным чернилам, это черные чернила, насколько сейчас хватит вот этого картриджа, мы посмотрим, а так, ручка без изысков, очень удобно держится в руке, очень хороший у нее баланс, просто мне понравилось, продавца рекомендую, продавец идет на встречу, можно с ним договариваться, обязательно ему пишите о скидочках, о различных ваших просьбах, я думаю, что он совершенно спокойно пойдет вам навстречу, тем более ручки, ну как, они конечно подороже, они стоят уже не 600, не 300 рублей, но тем не менее, по сравнению с настоящими, это конечно земля и небо, но пишут хорошо, мне нравится, поэтому рекомендую такую вот ручку, копия какой-то модели, наверное, Макблан, заказывайте, смотрите, задавайте вопросы, да, кстати, опять же, как я говорил уже в видео о часах, хотелось бы узнать ваше мнение, как вы смотрите, очень много у меня есть материала о истории перьевых ручек, как они появлялись, о том, из чего они состоят, конечно, сложно долго про это рассказывать, потому что, в общем-то, конструкция практически не меняется уже довольно долго, но тем не менее, для любителей и рассказывать любитель, я думаю, что, наверное, это будет интересно, если вам это интересно, пишите, обязательно будем рассказывать, откуда появились ручки, как они развивались, какие может быть там фирмы известны, а на этом заканчиваем наше видео, спасибо за внимание, всего всем хорошего, до свидания, пока!